Ржавеет золото и сливает сталь, Крошится мрамор, смерти все готово, Всего прочнее на земле печаль И долговечней царственное слово. А если вспоминать Ахмадулина, То всего-то чтоб была свеча, Свеча простая, восковая, И старомодность вековая, Так сразу в памяти свежа, И Пушкин ласково глядит, И ночь прошла, и газ над свечи, И нежный звук радеемой речи Так чисто губы холодит. Дорогие друзья, всем добрый вечер, Спасибо большое, И я хочу буквально одну секунду сказать, Что в нашем вечере сегодня принимают участие И не только те, кто непосредственно Были в этом большом, красивом проекте Россия и Ирландия, Но к нам присоединились сейчас И участники из города Верхняя Салда, Замечательная учительница Ирена Игоревна Эктова, Ирена Игоревна, добрый вечер, Мы приветствуем вас, Приветствуем вас и ваших учеников, Которые со школой, Которые мы очень дружим уже много лет, И буквально скоро, 30-го, Вас будет ждать уже встреча Со Светланой Владимировной Прасловой. Добро пожаловать вам И всем-всем, кто присоединился к нам сегодня На наш вечер. И я передаю слово Руководителю нашей встречи, Или как это на артиплеск сказать, Дирижеру, Модератору нашей встречи, Андрею Вазгеновичу. Ну и, конечно же, приветствую наших юных участников. Опять вот смотрю на Вадима, на брата, на вашего. Спасибо, ребята, что вы с нами, так приятно видеть всю вашу семью. Андрей Вазгенович, вам слово, пожалуйста. Спасибо, Елена Робертовна. Прежде, чем мы начнем нашу часть программы, Во-первых, Я хотел бы просто задать вопрос, Есть ли у нас среди участников сейчас иностранные гости? Потому что нам нужно выбрать, будем ли мы дальше общаться по-русски, Или перейдем мы все-таки на английский. И для этого нам нужно понять, как людям будет удобнее нам слышать. Потому что, если среди нас нет сейчас ирландцев и других иностранных гостей, Мы можем продолжить говорить по-русски. Как вы замечательно это все делали сейчас в рамках нашего проекта. Как вы считаете, коллеги? Ну вот, поскольку я вижу по участникам, то, наверное, ну, 95% точно это русскоязычная аудитория. Может быть, тогда коротко в чате какие-то основные моменты, да? Можно будет там вот написать, о чем идет речь. Я не знаю, кто сейчас смог бы это сделать, чтобы нам технически не отвлекаться. Я вот смотрю, есть ли кто-то среди участников. Так, по-моему, никого я просмотрела сейчас по всем. По-моему, только Том и все. А Джозеф Олирий у нас пропал, да? Он выпал по предыдущей ссылке. Он должен вернуться по новой, понятно. Ну вот, когда он вернется, мы перейдем на английский тогда. Если он будет его отдельно поприветствовать, то сразу его увидите. Да, и тогда поговорим. Да, может быть. Хорошо, хорошо. Дорогие друзья, дорогие гости, спасибо всем, кто пришел в этот вечер. Мы традиционно празднуем Ирландское Рождество, так мы называем его. И этот праздник уже стал для нашего Ирландского культурного центра чем-то очень важным, теплым, родным завершением года. И сегодня мы хотели поговорить, видите, наши некоторые украшения, типа вот этих елочек, да, елочных лап. Они свидетельствуют о том, что Рождество уже приходит, кому-то оно уже пришло. И Новый год, вот он здесь. И мы хотели поговорить сегодня немножко про рождественские и отчасти про новогодние традиции, как русские, так и ирландские. Ведь много очень изменилось за последние сто лет и в России, и в Ирландии. И если когда-то для России Рождество было основным и главным праздником года, то потом по объективным причинам в 20 веке таким стал Новый год, а в Ирландии осталось Рождество. Тем не менее, многое в этой сути рождественской традиции и рождественского света, завершение года этим праздником надежды сохранилось. И я хотел бы сейчас предоставить слово Татьяне Олеговне Пономаревой, чтобы она немножечко поговорила, рассказала нам о том, о каким же было Рождество раньше в России. И те основные моменты празднования Рождества, которые роднили его с ирландским. Здравствуйте, дорогие друзья. Я думаю, что я очень коротко, на самом деле, потому что я думаю, что, конечно, большинство наших участников, люди очень хорошо образованные и молодые, и ученики, и преподаватели, и студенты, все, наверное, достаточно хорошо это знают. Поэтому я думаю, что я очень коротко расскажу, так как, в основном, конечно, наверное, это было бы больше интересно для наших ирландских участников, которые, возможно, меньше об этом знают. Просто хочу напомнить, что то, что мы сейчас вспоминаем как должное, Рождество и Новый год, теперь это два праздника практически, да. Так было далеко не всегда. Рождество и Новый год имеют очень сложную, на самом деле, очень сложную историю в России, потому что вы, наверное, знаете, что вообще как такового Нового года не было до времени Петрова, до его календарной реформы, да, потому что до этого это исчисление делось от сотворения мира, то есть были совершенно другие даты. Начало года, это было первое сентября, так как все это было, все эти традиции были позаимствованы из Восточной Римской империи, из Византии, и на Руси они были все восприняты, поэтому никакого зимнего Нового года, никаких ёлок, конечно, не было, поэтому ёлки появились только в 18 веке, только со всеми вот этими реформами, да, многочисленными реформами Петра Первого. С 1700 года, собственно, началось вот современное наше летоисчисление, которым мы пользуемся до сих пор, и которое совпадает теперь уже со всем остальным миром. И ёлки появились тогда же, то есть они постепенно внедрялись, как и все остальные обычаи Западной Европы, которые очень любил Петр Первый, который он всеми силами, и в общем силы были немалые, он внедрял в Россию. И, как мы знаем, конечно, это стало одним из самых, конечно, любимых праздников, конечно, детским праздникам. У нас, конечно, традиции все постепенно, они практически совпадали с европейскими традициями. Мы, конечно, я думаю, что многие из вас читали какие-то рождественские рассказы, это особый жанр, который стал очень популярен в России, особенно к концу второй половины XIX века, в начале XX века до революции, очень многие писатели, собственно, практически все тогдашние писатели известные, все писали рождественские рассказы, конечно, смысл которых всегда был в некоем исполнении желаний. Как правило, это был рассказ о человеке, обделённом судьбой, или о ребёнке, или о взрослом, для которого наступает неожиданное исполнение его желаний, неожиданное счастливое поворот в его судьбе. Вот этот жанр рождественского рассказа, который сейчас уже превратился очень часто, конечно, в фильм, очень много фильмов на эту тему, рождественских фильмов, он зародился именно тогда. Но затем всё изменилось, потому что после революции 1917 года, после уже такой большевистской части революции, постепенно Рождество, как и остальные религиозные и православные праздники, было запрещено, праздниками было запрещено, соответственно, была запрещена и ёлка. И это, надо сказать, довольно долго. Многие тайно переносили, мы знаем об этом, это известно, опять-таки, из документальных источников. Многие люди, которые всё-таки старались соблюдать, хотя бы в своей семье, всё-таки соблюдать привычные традиции, они тайно приносили ёлки или части ёлок, лапы ёлочные, приносили в свои квартиры, комнаты, тогда в основном все жили в комнатах, мало у кого были целые квартиры, да, почти все квартиры были коммунальные, по крайней мере, в Петербурге, в Петрограде, Ленинграде. И всё-таки старались хоть чем-то эту ёлку нарядить, как правило, конечно, самодельными игрушками, потому что игрушки её очень не продавались, естественно, это было невозможно. Поэтому вот такие тайные празднования, как правило, конечно, в семейном кругу, и, может быть, среди близких, только очень друзей, они всё-таки продолжались, но всегда никто об этом никогда публично рассказать, конечно, не мог. Затем вот постепенно с некоторым, как бы, некоторой всё-таки модификацией, изменением идеологии, революционной идеологии, постепенно этот запрет был всё-таки смягчён, и постепенно не Рождество, Рождество так и оставалось, конечно, под запретом, естественно, всё праздновали именно Новый год только, но ёлки всё-таки вернулись в быт Советского Союза уже в конце 30-х годов. И, естественно, постепенно, конечно, традиции, ёлочные традиции прежнего Рождества, они как бы перешли на Новый год, так как Рождество по-прежнему было запрещено, а Новый год разрешён, то вот все эти традиции наряжания ёлок, они, заготовки подарков, всё это перешло на Новый год, и, конечно, ёлки стали постепенно напоминать старые, привычные, традиционные, еще дореволюционные ёлки. Единственная разница, что, конечно, как вы, наверное, все понимаете, если раньше на верфушке ёлки всегда была Вифлеемская звезда, звезда, которая предвещала Рождество, то в советское время её место заняла звезда, которая условно изображала звезду на башне Московского Кремля. Я тоже прекрасно помню, и у меня тоже в детстве была такая звезда. Это было самое популярное, как раз на верши ёлки, вот такую звезду поставить. Очень много игрушек, конечно, приобрели просто новый смысл, да, были игрушки такие современные, там, с изображением, скажем, каких-то космических кораблей, это стало очень популярно. То есть ёлка осталась, а как бы её содержание постепенно менялось. И теперь, конечно, как вы все знаете, всё вернулось, да, теперь у нас есть два праздника, Рождество и Новый год, и, конечно, постепенно все эти традиции, они возвращаются. Сейчас, я думаю, что большая разница, наверное, между традициями российскими, традициями ирландскими, праздниками Нового года. Я не знаю, у нас здесь, может быть, есть люди более знающие, но мне кажется, что больших различий уже и нет. Это традиция подарков, да, но может быть, только чулки, вот эти рождественские чулки, действительно, пока, может быть, не во всех семьях российских они приняты, да, всё-таки чаще кладут подарки под ёлку, да, а вот традиция кладут подарки в чулок и вежий чулок, вот эта, да, близкая, ирландская, вообще западноевропейская традиция, мне кажется, она у нас всё-таки ещё не очень до конца прижилась, и не все семьи её приняли. Вот, так что, собственно, вот основное, что я хотела сказать, в качестве такого просто, может быть, предисловия уже к более детальному рассказу других наших участников. Спасибо. Наш ведущий, да? А ведущий ждал, чтобы ему дали включить звук. А, у ведущего звук есть. Мы же, видите, к сожалению, вынуждены дополнительные меры безопасности применять. Спасибо большое. И сейчас мы перекидываем, да, перекидываем мостик в Ирландию, поскольку у нас русско-ирландский вечер. Я хочу попросить Ксению Куденко сказать, вот, как на её взгляд, как на её взгляд, что из того, вот, о чём мы сейчас говорим, оно живо в Ирландии, что трансформировалось, что осталось из традиционного способа празднования Рождества, а что, может быть, привнесено за последнее время. Взгляд русского человека, уже 7 лет живущего в Ирландии. Ксения, пожалуйста. Да, спасибо большое, Андрей Васгенович. Слышали меня? Да. Да, всё отлично, хорошо. В общем, очень приятно со всеми, на самом деле, увидеться в эти рождественские дни, даже, как бы, на расстоянии тысяч миль, но всё равно очень здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Да, на самом деле, очень интересно то, что сейчас Татьяна Олеговна рассказала. Если что, я сразу хотела сказать, что кто ещё не знает, я для себя вчера обнаружила, на сайте Арзамас сделали абсолютно чудесную игру «Наряди рождественскую ёлку». И там очень тоже интересно про игрушки новогодние, которые были в древолюционной России, в послеволюционной России, и как вообще это всё было, как украшали, как справляли ёлку в тишине и в секрете во время советской власти. В общем, очень интересный проект. Кому интересно, идите на сайт Арзамас. А, да, я расскажу про Ирландию. Ну, про Ирландию что рассказывать? Во-первых, Ирландия празднует Рождество 25 декабря. В отличие от большинства католиков на континенте, которые, в общем-то, будут праздновать рождественский сочельник 24-го. В Ирландии 24-го ничего не происходит, это рабочий день, а выходной – это 25-й, когда они все едут. Ну, в общем, это семейный праздник, они все разъезжаются и празднуют его по семьям, как правило. То есть у них такое разделение. Новый год – это, скорее, какие-то вечеринки с друзьями, а вот именно непосредственно Рождество – это святое, это вот там, где надо всей семьей собраться и всей семьей вот это все отметить. Мне кажется, что он стал в достаточное время совершенно светским, то есть, безусловно, проводятся мессы, это как бы само собой для верующих людей, торжественные мессы, сочельники, все дела. Но большинство людей, поскольку невоцерковленных, они просто справляют так же, как, в общем, правильно Татьяна Олеговна сказала, как мы справляем Новый год. При том, что кулинарные традиции этого праздника, мне кажется, как и очень многое в современной ирландской культуре, доходновлено, конечно, Америкой. Потому что с чего бы они еще ели вот эту, как она по-русски, индейка с картошкой, это такой традиционный день благодарения. То есть, этот стол, он как бы просто переехал на ирландское Рождество. И вот эти все сборища, они, как правило, случаются 25-го. А сегодня, 26-го, очень интересный день, гораздо более интересный, мне кажется, чем Рождество. Он называется День Крапивника. То есть, по-английски это Ren's Day. Ren, как бы, W-R-E-N. А по-ирландски это La Angelina. То есть, вот день вот этой птички, крапивника. И это какая-то действительно не очень понятно, что это такое. Это, видимо, что-то очень действительно древнее. Потому что по-ирландски вот это вот название птицы Droline, это, в общем-то, от корня Drie, которое мы знаем как слово Druid. То есть, вот это Drie, то есть, это как бы волшебная птичка в ирландской этимологии. И потом это все наложилось еще на христианские верования, что крапивник выдал римлянам, где находится святой Стефан. Поскольку 26 числа это день первомученика святого Стефана, которого, как известно, стрелами расстреляли римские солдаты за его веру в Христа. И это наложилось очень забавным образом на вот эти вот традиции, связанные с птичкой. Потому что то, что получилось в итоге традиционной ирландской культуре, как они отмечают этот День Крапивника, это что-то, мне кажется, очень похоже на русскую масленицу. Потому что они ловят эту птичку как символ уходящего года, символ зимы. Во всей видимости, раньше действительно мальчишки, которых называют Ренс Бой, то есть мальчишки крапивника, они собирались в такие банды, и они ходили, действительно искали настоящую птицу, ловили ее. Некоторые говорят, что, в общем-то, даже убивали. Не в столу будет сказано. Но сейчас, конечно, все ушло в небытие. Сейчас просто делают куклы, которые в форме этой птицы. Их как-то ритуальным образом поджигают, как мы поджигаем масленичное чучело. И это, в общем, символизирует уход зимы. Потому что понятно, что жительство падает на солнцестояние, то есть на как раз то время астрономически, когда дни становятся дольше. В общем, мы готовимся уже к приходу весны. И сегодня обычно, сейчас ничего не происходит с локдауна, на который нас посадили два дня назад, буквально все закрыто. Но вообще сегодня обычно проводится так называемое клядование. То есть люди, вот то, что называется по-английски mamers, они одеваются в какие-то костюмы из соломы, из разных каких-то интересных предметов. В общем, то, как у нас одеваются люди, которые ходят клядовать. Теперь одеваются животными, одевают какие-то странные очень такие костюмы. И они ходят действительно по домам и поют вот эти вот кэролы, посвященные вот этой птичке Рену. Сегодня я вот лично видела в Фейсбуке, очень многие мои друзья опубликовали видео, что, ну, поскольку по домам никто не ходит, никому не разрешено, но многие родители детей одели в эти соломенные шапки. И дети просто, ну, под запись во дворе исполняли эти кэролы. Это потом все было выложено в YouTube. В общем, сегодня, да, вот такая интересная традиция. Сегодня это день Крапивника. Так, да. А потом, в общем-то, перед нами Новый год. Но на Новый год ирландцы, в общем, ничего такого особенного не делают, потому что для них по-прежнему главный сезонный праздник – это Рождество. И еще из вопроса про чулок. На самом деле здесь есть чулок, а есть еще ответовский календарь. То есть такой календарь, как вот у нас, у нас тоже, конечно, такой можно было купить, но здесь можно. Там, где 25 окошечек, внутри шоколадки. Но ирландцы очень многие шьют такой календарь сами. Это такой, как бы, похожий на пэтч-окна, такое стеганное одеяло. Оно вешается на стену, и у него 24 маленьких мешочка на тесемках. И туда каждый день детям кладут в подарки. Так что, мне кажется, это очень симпатично. Я перед Рождеством многих своих друзей навестила, и у всех, у кого есть племянники или дети, висит такой стеганный календарь. И вот это, пожалуй, такая интересная их традиция, такого шитого адвентовского календаря. В общем, да, вот, пожалуй, и все. Если есть какие-то вопросы, буду рада ответить. Спасибо. Спасибо большое, Ксения. Поскольку Ксении скоро надо будет уходить, я сразу хочу спросить наших гостей, участников, есть ли какие-то вопросы к ней по поводу услышанного или какие-то ремарки, может быть. Есть у кого-то вопросы? Напишите, пожалуйста, в чате, если есть вопросы, и мы сразу включим микрофон тому, кто хочет задать вопросы. Вот, у Татьяны Николаевны есть вопросы. А что за ссылка? Включите, пожалуйста, Татьяну Николаевну Иванову, микрофон у нее есть вопросы. И у Елены Геддис есть ремарка тоже, включите, пожалуйста. Нет, просто я пыталась быстро написать, и написала плохо. Я имела в виду, что если вот, вы сказали, что на сайтах и в Фейсбуке можно послушать, как дети поют в этих соломенных шляпах. Вот эту ссылку я имела в виду не на сайте, а на, если это возможно, но потом когда-нибудь. Естественно, не сейчас, а просто если это будет возможно. А второй вопрос у меня тоже связан с Кэролс, поскольку я сейчас собираюсь про Кэролс рассказывать, но у меня материалы, скажем так, книжные больше, поэтому я решила спросить, что поют Кэролс, ну не сейчас во время карантина, а вообще поют Кэролс без вот этих соломенных шляп, или всегда должно быть определенное обмундирование? Вот это интересно. Я подняла на ютубе записи, очень много почему-то проводят правила. Я, честно говоря, вживую это не видела ни разу, в Корке я ничего такого не видела, но в графстве Кэрри это практически каждый год. Я подняла записи за 2012, за 2018 год. Нет, они всегда одеты одинаково, у них такие соломенные шляпы, но не как сомбрера, а такие какие-то странные, похожие на такие какие-то костеры, или на шапку ведьмы, какие-то странные соломенные сооружения, поэтому они, как правило, одеваются в одинаковые костюмы. Но вопрос по лицу этого костюма, как он спортировался, это отдельная, мне кажется, очень интересная тема. Я, к сожалению, ничего про это не знаю. Но если загуглить, я не хочу сейчас отвечать как-то по-ирландски, по-ирландски, там Ла Анджелин, много будет видео за разные года, как они ходят, поют, они с барабанами, они останавливаются у домов, но в общем, как коледуют у нас, так и они коледуют. И вот эти я вижу из года в год по видео, поэтому... Спасибо. Еще есть в чате вопрос от Дилоры Рустамны Саидовой про календарь Стеганый. Там 25 кладут подарков или он один просто на 25 декабря? Нет, там 24 или 25, да, там 25 маленьких мешочков. То есть он такой одеял, и вот у него просто 25 маленьких таких-то кисельных, кусочков, бетисомков, пришит. Спасибо. У Елены Гедди с ремаркой еще. Да, ну, здравствуйте. Спасибо вот за такую организацию хорошую сегодняшнего дня. Я живу в Северной Ирландии. Это, конечно, кусочек Ирландии, который принадлежит Великобритании. Здесь большая часть британской культуры, но мы, конечно, 24-го обычно ходим на Кэрол, это в церкви, очень отмечается торжественный день и очень сильно отмечается. Но вот то, что елки рождественские, они, как правило, традиционно всем их убираются сразу после Рождества. То есть на Новый год новогодней елки никакой нет. Нет никаких новогодних подарков. Это не принято дарить. Ну, вот в этом году не было никакой, конечно, все церкви закрыты, и дети у нас тоже не ходили. То, что вы сказали, обычно ходят дети с подарками, то есть вот этого мы тоже не слышали. Но что у нас, вот вы, Ксения, сказали про влияние американское, и по телевизору, конечно, были старые концерты с американскими интерпретациями вот этих рождественских песен. И также мы вот в нашем Хилсборо, я живу, и мы наблюдали, что по-американски стали наряжать, украшать свои дома снаружи. То есть это не принято у ирландцев, они как... Или вот у севера ирландцев. То есть все украшения обычно новогодние происходят внутри дома. Но в этом году мы... Правда, мы в прошлом и позапрошлом не были здесь, были как раз в Санкт-Петербурге. И вот удивились, что, видимо, может быть, американцы кто-то тут поселился, и люди стали украшать и деревья, и дома снаружи. Вот тоже обычно это не принято вот у местных, тех, которые здесь проживают. Ну вот пока у меня все. Спасибо. Спасибо большое. Потому что у нас в эстете, где я живу, у нас как бы просто кто на что гораз. Столько всего этих бесконечные бантики на дома, которые вешают, и какие-то Деда Мороза карабкающиеся, и столько упрошений именно внешних. Я не знала, что это американское, если честно, тоже очень. Ну почему? Вот мой муж откомментировал, что это... Ну причем мы в его семье это обсуждали, вот именно откомментировал, что не положено так, откуда это... Да, вот это интересно. Тоже, может быть, потом проанализировать. Межкультурная коммуникация. Да. Так, ремарка. Вот человек тоже хотел что-то сказать. Я, правда, не понял, кто? Просто непонятно, где поют без соломин и шляп. В каком определенном графстве или где? Просто у человека микрофон выключен. Да, можно? Извините, вот, у меня вроде включено. Можно? Слышно меня, да? Слышно, вроде слышно. Да, здравствуйте. Меня зовут Оксана Макни, здравствуйте. Я в Ирландии, вот, уже живу 20 лет. Очень интересно было узнать, наверное, вот, с корки, может, действительно дети ходят и поют вот песни, наряжаются именно так. Но вот здесь сколько я живу, я первый раз вообще-то слышу об этом. В том смысле, да, у нас Карлс поют около циклей, и в школах тоже дети поют. Но вот насчет того, что наряжаться, я так думаю, что больше это к Хэллоуину, да, к празднику Хэллоуин, дети действительно наряжаются в разные, там, костюмы, допустим, да. А насчет еды, допустим, индейка, но сейчас действительно кто индейку готовит, кто гуся может приготовить. И 26-го числа считается Сент-Стивенс-Дей, да, может быть, меня кто живет в Ирландии тоже поддержит. В этот день обычно семьи собираются, то есть, потому что ирландские семьи, они довольно большие семьи, если знаете, да, католические семьи, там, ну, пять детей, это минимум. То есть вся семья собирается в родительском доме, и каждый друг другу дарят подарочки. То есть это такой большой семейный праздник, Сент-Стивенс-Дей, вот это у нас традиция, вот 20 лет живу здесь, 20 лет придерживаюсь этой традиции. И вообще ирландцы умеют и любят этот праздник, я полюбила именно Рождество, именно когда приехала в Ирландию, поэтому ирландцы умеют справлять Рождество, и вот приглашаем всех, когда это все закончится, добро пожаловать в Ирландию, именно в рождественское время. Здесь действительно сказочное, и очень-очень-очень красиво здесь. И они и оформляют дома, и очень все хорошо, и доброжелательно здесь все, да. Так что вот так, спасибо. Спасибо. Замечательная ремарка, спасибо большое. Я как раз в продолжении этого хотел сказать, вы знаете, вот то, что с нами сейчас нету, наших ирландских друзей, это не потому, что им неинтересно, и они не хотели бы. Они очень, в этом смысле, люди щепетильные, они приходили на все наши мероприятия, участвовали, но все они очень мягко и дружелюбно, но дали понять, что настолько важен этот праздник для семейных отношений, для родственных связей. Действительно, сегодня почти у всех наших друзей приехали родственники откуда могли, как вот в силу карантина возможно было, или просто даже вместе пошли погулять в соседний сад или в парк, чтобы увидеться с ними. То есть, поэтому это вот как все равно, что нам проводить мероприятие, понимаете, в середине дня 1 января. То есть, примерно вот так же. То есть, это малореально оказалось в этом смысле. Но мы понимаем и мы ценим это. Это очень важный момент, поскольку вот эта семейственность ирландская, это отношение к родным, к близким, к самым близким, друзьям, особенно сейчас, в момент пандемии, это крайне важно. Вот это чувство поддержки и то, что Рождество для ирландцев остается этим, это очень важный момент. Спасибо большое. Еще какие-то вопросы Ксении есть, потому что Ксению нам сейчас надо будет отпускать. Мне надо быстро убежать, но я хочу сказать одну вещь, что, в общем-то, про День Крапивника. То есть, действительно, он происходит в День Святого Стефана, но это как бы отдельная фольклорная традиция. Я сейчас в чате напишу, как это называется по-ирландски, по-английски. И вот именно люди, которые участвуют в календовании, поскольку связаны с Крапивником, они будут в День Святого Стефана. Но, безусловно, это действительно, я говорю, я вот вижу только видео с Керри, я в Корке своими глазами никогда такого не видела. Корке, как правильно другие участники заметили, в большинстве больших городов, про Рождественские Кэрролы, они связаны непосредственно с Рождеством. Никто, конечно, не одевается ни в какие странные костюмы, люди просто поют, у нас в Больфе постоянно поют, просто хор поет в обычной одежде. То есть это вот две совершенно разные традиции. То есть кто-то продолжает рождественское календование, которое не так сильно маркировано, как вот эта связанная с Крапивником традиция. Я сейчас в чате напишу, как ее найти, если загуглить это дело в Google или в YouTube. Спасибо большое, спасибо большое, Ксения. Значит, поскольку потерялся у нас еще один участник, который должен был вот сейчас выступать как раз. Он будет написать ему еще. Профессор Джозеф Олири. Вы знаете, я вот отходил дважды ненадолго, пытался, я снова отправлял ему новую ссылку, не отвечает. Видимо, потерял, запутался в ссылках и не может никак войти по новой, хотя пишет мне, I want to come back. То есть он где-то вот не может найти правильно. Поэтому я хочу сейчас попросить организаторов, наших коллег, пока Татьяна Николаевна будет сейчас рассказывать про Кэролу, если есть возможность еще раз отправить отдельно Джозефу Олири ссылку, может быть, все-таки он позже к нам присоединится. А пока, поскольку Джозеф будет позже, и поскольку мы уже начали говорить про Кэролу как важнейшую часть рождественской традиции в Ирландии, я хотел бы предоставить слово Татьяне Николаевне Ивановой, которая как раз очень хорошо разбирается в Кэролах, занималась ими, поет периодически Кэрол сама. Поэтому, Татьяна Николаевна, слово вам. Ну, спасибо большое. Пить сейчас не буду, потому что я пью только в хоре, очень скромно и не на первых ролях, поэтому сейчас это мне будет сложно. Но попробую рассказать вот то, что мне удалось найти в разных источниках именно вот Татьяне Николаевне Ирландии. Хотя Аксения уже, конечно, самое интересное, может быть, сказала. Но вот что известно? Известно, что само это слово, его происхождение связывают либо с французским, то есть короле, хоровод. И также говорят о том, что, скорее всего, связь есть и с латинским, и с греческими корнями. И далее, вот, простите, нет, это я слишком рано, значит, имеются сведения о том, что раннее христианство, которое оказалось в Ирландии, было такое, в общем, мягкое вхождение христианства в Ирландии. И это подчеркивалось тем, что священники, вот первые священники, они пытались привлечь внимание язычников именно к музыкальной стороне и говорили о том, что нужно вот попытаться, то есть они использовали языческие традиции, но пытались при этом использовать их вот в направлении, чтобы это менялось христианству, и в том числе музыкальные вещи. И известно, что в 129 году, то есть это, получается, второй век нашей эры, римский епископ говорил о том, что нужно на Рождество в Риме исполнять специализированные песни. И далее известно, что такие вот реляции довольно регулярно в Риме и позднее уже в других странах, уже после падения Римской империи, вот такие рекомендации были. Сейчас давайте посмотрим, ну видите, я не ожидала, что по-русски, поэтому у меня нет перевода, я не знаю, есть ли хороший перевод стихотворный этого хорала или кэрролла, The Waxford Carol, который один из старейших, более 900 лет назад написан и найден был в графстве Waxford, поэтому так и называется. И сейчас я попробую, вы видите слова, но эта мелодия очень часто идет не в исполнении хора, а в исполнении, не в исполнении песцов, а просто как инструментальный фрагмент. Если сейчас не получится у меня запустить, мы говорили, что я останавливаю эту демонстрацию и пытаюсь, соответственно, запустить прямо видеофрагмент. Видеофрагмент. Сейчас, одну минуту. Татьяна Николаевна, пожалуйста, включите демонстрацию. Да, да, да. Сейчас слышно? Да. 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 Для настроения. Небольшой фрагмент. То хотелось сказать дальше, что вот недаром Кэролт поют на улице. И действительно, ну, скажем так, они во всей, на всех Британских островах поют. И, конечно же, в Ирландии тоже. И не только в церквях, а именно часто вот на уликах. Откуда пошла вот эта традиция уличного пения? Ну, вот помимо каких-то очень древних корней, сыграла роль, как часто бывает в истории, сыграли роль запреты, которые в какой-то период времени были очень жесткими. И особенно жесткими в эпоху Кромвеля, как и в Ирландии очень сильно пострадала. Но Кромвель запрещал целый ряд мероприятий не только в Ирландии, но поскольку Ирландия была католической, тогда полностью, наверное, католической в те времена, она особенно пострадала. В реляциях Кромвеля было сказано, что даже на богослужениях музыка запрещена, запрет на исполнение каких-либо хоралов. И в результате, что произошло? В результате стали использовать какие-то иносказания для того, чтобы не давать, так сказать, прямой ссылки на коралл, а в поэтической форме или в такой полупоэтической форме развивались различные истории, в которых было очень много иносказаний. Ну, например, известная совершенно вещь, это исполняется и как музыкальная, и иногда как игра во время предрождественских, рождественских праздников. Это 12 дней Рождества. Потому что на самом деле эта вещь полностью является шифровкой, как мы бы сейчас сказали, потому что начинается она с того, что То есть канарейку на грушевом дереве. Но на самом деле канарейка на грушевом дереве это никто иной, как Иисус Христос, потому что расстреляли его действительно на кресте, который был сделан из грушевого дерева, по крайней мере, есть такая версия. Ну, а в связи с тем, что канарейка, ну, видимо, птица, то есть некий глаз там имелся в виду, ну, у кого какие ассоциации, но во всяком случае вот это известно. И дальше вся эта вот вроде бы детская такая совершенно песенка, она вся содержится на сказании. То есть вот на второй день там было Two Turtle Doves. Two Turtle Doves – это Ветхий и Новый Завет. Далее там было Three, да, уже не помню, там тоже много. В общем, Three – это Троица. Соответственно, Four – это Четыре Евангелиста. И так далее, и так далее, и так далее. То есть всем этим образом есть аналоги в Евангелии, что на самом деле не безинтересно, по-моему. Следующая вещь, которая происходила... Ну, мне нужно просто слово переключить на презентацию. Значит, следующая вещь... Значит, какие традиционно темы затрагивались. Да, и, простите, я немножко переключилась тут. В общем, в результате получилось так, что собирались... Ну, вот как Татьяна Олеговна сказала про елки, вот аналогично пели дома, потому что нельзя было пить. Но вот в результате разных сказательных вещей, каких-то таких детских вещей, вроде бы как дети там собираются, чего-то поют на улицах и так далее. Но все это было очень вот... Делалось, но потом возникла вот такая вот традиция интересная. В Ирландии также еще интересны carols, потому что они отличаются от многих других, хотя там поют, насколько мне удалось найти, насколько я знаю. Вот God bless you, merry gentlemen. Она поется по всей Британии, в Америке тоже. И такая вещь, как Silent Night, она тоже поется, и она поется и в Германии, и везде. Она пошла из Германии, но тем не менее, стала такой интернациональной. Еще один или два гимна или хорала тоже имеют такое вот интернациональное звучание уже сейчас. Но тем не менее, вот заголовок вот этого, Carola, Christmas in Killarney, выдает его ирландское происхождение. Если мы посмотрим на текст, то мы тоже увидим, что здесь ссылка на этот замечательный ирландский танцы. How grand it feels to click your heels and join the fun of jigs and wheels. Ну, уже вот этот ритм, да, этот ритм упоминания этих танцев. И дальше. I'm handing you no money. The likes you've never known is Christmas in Killarney. With all the folks at home. Вот оно, what all the folks at home. То есть, я собирается дома. И вот слово «блани», ну, поскольку вот когда я это делала, скажем, рассказывала для русскоязычной аудитории, полностью поясняла, поэтому здесь поясню, хотя, думаю, что люди, которые знают Ирландию, знают и об этом, что вот традиция «блани» и «кассел» в «County of York», да, в «Графт-Вью-Йорк», и считается, что там человек, который пройдет через определенную процедуру, а именно его подвешивают, держат за ноги, подвешивают, и он там должен, ну, в общем, совершить определенный ритуал. И дальше он будет, ну, как бы мы по-русски сказали, златоустом, то есть будет весьма красноречивым. Татьяна Николаевна, извините, извините, пожалуйста, просто... Да-да-да, я как раз хотела... Я проходил этот ритуал, проходил этот ритуал. Да, один из тех, кто проходил этот ритуал, и в нашем офисе, в который нам уже не попасть несколько месяцев, даже есть фотографии его в этом замке. Но суть в том, что это не вот такое красноречие пламя. Далее интересно, что использовались и такие всем известные мелодии. Не буду сейчас ее вставить на видео, потому что это прелестное совершенно исполнение нескольких певцов есть. Очень популярный хорал, который появился вот на музыку «Зеленые рукава», то есть на традиционную музыку. И думаю, что это тоже могло иметь связь с какими-то запретами. То есть мелодия «Зеленые рукава», она была уже практически народной. То есть есть разные версии ее появления, но вот в какой-то момент она стала столь популярной, что стала считаться народной. Совершенно другие слова. Здесь я представила вам перевод на русский язык, который, конечно, как любой перевод, он не повторяет буквально то, что по-английски какой текст идет. Но, тем не менее, вот эта мелодия совершенно дивная. И могу сказать, что вот среди наших традиций российских, не русских, а российских, хотя можно сказать и русских, потому что традиция ветеранства в России в общем-то с самого начала 17 века существует. Ну и Петром была поддержана в свое время, и в Петербурге у нас даже целые несколько улиц образуют лютеранский квартал. И вот там есть храм, и даже не один лютеранский храм, в котором исполняется в том числе и этот хорал. Ну, здесь запись нашего хора, раз уж Андрей Васгенович выдал страшную цену, можно тут меня разглядеть, но опять запись ставить не буду, потому что это любительская запись, которую еще, в общем, нужно обрабатывать. Но вот тоже мы поем хорал, и в том числе вот это, кто за дитя, тоже исполняем. Далее, переключусь на 19 век, сначала еще до того упомяну, что после вот всех этих запретов, когда же они все-таки закончились. Иногда считают, что все закончилось, и были определенные поплавления в период реставрации монархии и в период все-таки, когда уже после до смерти Кромвеля вновь произошло варенье на престол короля и так далее. Но на самом деле, с точки зрения именно музыки хоральной, музыки органной, музыки, которая звучала в церквях и на улицах уже к этому моменту, здесь надо отдать должное, как ни странно, тому самому немецкого происхождения королю Георгу I, потому что благодаря ему в тогдашней Британии появился Гендель. Гендель вернул эту музыку и знаменитые тоже поющиеся и как хорал, и в церкви, и на улице «Радуйся, мир, Господь грядет, земля поет о нем». Вот это один из очень известных хоралов на музыку Генделя, и он тоже исполняется и на улицах, и на различных дружеских встречах. А в середине XIX века вот еще хочется вспомнить Сейсил Фрэнсис Хэмфри Александра. Она, это была она, эта дама была ирландского происхождения, и она тоже вот возрождала определенный интерес уже после того, как эти запреты были сняты. И написала вот этот хорал, и в одной из наших встреч в допандемийное время наша замечательная арфистка Настя Егорова исполняла вот эту мелодию на ирландской арфе. И этот хорал вошел в сборник, который был издан примерно в это время. И еще одна тема, вот природа, да, природа Ирландии. Вот то, что Ксения рассказала про крапивник, очень интересно, потому что я это знала. Крапивник здесь в этом хорале не упоминается, но этот хорал называется The Carol of Birds. И вы тоже видите здесь слова, и сейчас я буду исключить, значит, это будет буквально последний фрагмент уже, попытаюсь включить видео. в Ирландии в 60-е годы была очень популярная группа, по крайней мере, так говорят несколько сайтов, которая называлась The Clancy Brothers. И вот эти Clancy Brothers, они в том числе, на мой взгляд, очень красивый видеоролик, одновременно с их исполнением. Ирландии в 60-е годы я не буду так долго ставить, буквально заключительные, заключительные слайды моей презентации, или, вернее, последний слайд. Это Рождество, и по-ирландски, и по-русски. Это фотография нашей одной из площадей в Санкт-Петербурге. И вы видите, вот опять возвращаемся к тому, о чем говорила Татьяна Олеговна, что традиции не умирают, не возвращаются, и звезды всем похожи на Вифлеемскую звезду, хотя их слишком много, может быть, для одного дерева, но тем не менее, они вот украшают улицы Санкт-Петербурга сейчас. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Татьяна Николаевна. Спасибо за этот рассказ. Всегда очень интересно слушать про Кэроллы, про то, как они развивались, насколько они важную роль играли в жизни людей, и в жизни культуры, и ирландской, и западноевропейской в целом. Ну и еще, коллеги, друзья, вы узнали несколько секретов Ирландского культурного центра сегодня. Вы узнали о том, что вот Татьяна Николаевна иногда поет хоралы вместе с друзьями в церкви, а я прошел ритуал целования камня герцога Бларни, будучи подвешенным вниз головой с вершины замка. То есть некоторые вот такие моменты, связанные с традициями. И еще, что у нас в центре очень часто звучит красивая ирландская музыка в исполнении наших друзей-музыкантов. Действительно, вот Настя Егорова упоминалась. И мне кажется, что вот на этой ноте хорошо было бы плавно нам перейти сейчас к творческой части нашего вечера. Потому что мы поговорили про Кэрролла, мы поговорили про то, насколько интересно в них отобразились самые разные ирландские традиции. И много было сказано о том, насколько вот эта сама стилистика музыкальная Кэрролла, она была важна в те годы, когда у ирландцев не было других способов каким-то образом выразить свое отношение к любимому празднику Рождества, который давал им надежду. А ведь ирландцы в течение многих веков надеялись, все время надеялись на то, что вернется их родная страна, что снова обретут они свой язык, что вернется их национальная идентичность. И это произошло, оно произошло уже в 20 веке. И как и многие другие вещи, как и традиционная ирландская музыка, звуки арфы, песнопения, рассказы устные в исполнении шанахи, филидические пения, вот так же и Кэроллы, хоралы в последние, особенно 2-3 века, сыграли роль надежды для них. Именно о надежде мы хотели бы сейчас поговорить с вами, но уже не напрямую, а метафорически, языком творчества. Поэтому я сейчас попрошу моих коллег, организаторов сегодняшнего вечера написать в чате ссылку на небольшой 15-минутный видеофильм в Ютубе. Ксения Куденко из Корка, которая была с нами в первой части и замечательно рассказывала здесь и про Рождество, и про День Крапивника, помогла мне создать этот фильм, небольшой фильм. Она сама участвует в этом фильме не только как его редактор, но и исполняет один из самых замечательных Кэроллов на ирландской арфе. Также в записи этого фильма мне очень помогла замечательная петербургская певица Ирина Дуброва. Она очень известна своим исполнением как средневековой музыки, так и фолк-музыки последних нескольких веков. Дорогие друзья, поскольку мы сделали этот фильм в высоком разрешении, его невозможно продемонстрировать здесь в Зуме. Поэтому мы хотим попросить вас сейчас на 15 минут пойти по этой ссылке в Ютуб, посмотреть, послушать, а затем вернуться сюда к нам, потому что после этого мы сделаем для вас презентацию рождественских виртуальных открыток. Они частично будут в этом видеофильме представлены. Спасибо. И давайте вот по ссылке сейчас посмотрим этот небольшой видеофильм о надежде. Дорогие коллеги, мы здесь? Мы уже вернулись? Или еще пока некоторые люди смотрят? Большинство коллег уже посмотрело. Вернулись, да? Хорошо. Мы можем продолжать. Мы можем продолжать. Вот и Джозеф Улири к нам присоединился. Так что через какое-то время мы немножко перейдем на английский для того, чтобы Джозеф тоже мог... Джозеф, я приветствую вас back here. So, unfortunately, there were some technical problems. But now we had this video film, 15-minute video film that we showed via the YouTube link with Carol and Budin's poem. And now I just want to welcome any questions and any remarks about what you heard from Tatiana and her story about Carol's. I just wanted to follow the line and to continue her story with this film because I thought it would be stylistically unite. questions about what you heard from Tatiana and your remarks or questions about the video film you've just seen. You are very welcome. Можно и по-русски, можно и по-английски. Как кому удобнее. Если будете по-русски спрашивать, мы постараемся для Джозефа перевести. да, пожалуйста, сообщите, чтобы можно было включить микрофоны. Если по поводу того, что рассказывала Татьяна Николаевна, какие-то вопросы или ремарки по поводу конкретных Carol, пожалуйста, или же вопросы к нам, создателям этого видео тоже любые или дополнения какие-то, если есть. Я благодарен тем людям, которые в чате написали теплые слова, поблагодарили нас за это небольшое видео. Нам показалось, что оно будет вот сейчас очень актуальным. Дорогие коллеги, большое спасибо за такой прекрасный рождественский новогодний подарок, за высокую ноту, которую вы взяли и прекрасно ее исполнили. Спасибо. Спасибо, Елена. Спасибо большое. Ну, поскольку вопросов сейчас пока нет, тогда, если вы позволите, вот только что люди посмотрели фильм и в нем было представлено, помимо музыки, исполненной Ксении на арфе и замечательному вокалу Ирины Дубровой, там были также четыре из восьми так называемых рождественских визуальных открытых, которые я обещал сегодня показать, поэтому я сейчас попробую через демонстрацию экрана показать и немножко прокомментировать. Два слова только скажу. Жозеф, я просто хочу показать несколько фото-art колледжей использований в музыкальном видео и объяснить людям , что виды были и что было идея в этом колледже. Значит, вот здесь вы видите первый из представленных фото-арт колледжей, над которыми я работал в течение последнего месяца. Значит, сделаны эти колледжи в специальной программе, которая называется Home Studio, домашняя фотостудия, это такая лайт-версия фотошопа, а использованы были при создании колледжей мои собственные фотографии, снятые в разные годы, это фотографии Санкт-Петербурга и каких-то мест в Ирландии, которые я особенно люблю, которые и мне, и моим друзьям, коллегам кажутся особенно важными, созвучными, чем-то Петербург. И вот этот первый фото-арт колледж, который вы здесь видите, это вечерний Невский проспект, переходящий в панораму ночного Корка. Корк, где вот сейчас живет наш большой друг Ксения, откуда родом и Джозеф, который сегодня с нами, Корк славится тем, что он находится на холмах, и поэтому, если вы находитесь на верхнем берегу, оттуда открывается замечательный вид на центр города и особенно на знаменитый собор Святого Финбара в центре. И вот мне показалось интересным совместить перспективу Невского проспекта, уходящую таким образом в перспективу ночного Корка. Следующий фотоарт коллаж, превращенный в открытку, который я хотел бы здесь представить, это так называемое объятие двух рек. Здесь использована техника фото живописного наложения кадров, а также цветов и отдельных оттенков кадров. Слева вы видите левый рукав реки Лифи в Дублине, в том центральном месте, где река Лифи подходит к мосту О'Коннелл Бриджи. Вот левый берег со знаменитыми пабами, ресторанами, который называется Бачиллоу Уок, Путь Холостяка. Это левая часть кадра. Справа же вы видите многим из вас хорошо знакомый правый берег реки Мойки, подходящий к Невскому проспекту с его типичным таким гранитным берегом и вечерней подсветкой зданий, где располагаются разные консульства и посольства. Вот мне показалось уместным соединить эти два кадра в некое такое единое целое объятие двух рек. Третий фотоарт коллаж, его мы использовали в видеофильме. Это опять же здесь использовано несколько техник живописных, фото живописных, в том числе и наложение кадра, и перетекание одного кадра в другой, и использование разных градиентов. Здесь вы видите панораму Московского проспекта в районе метро Парк Победы. Это вид на эту панораму из окна моей квартиры, которую я когда-то сделал вечером. И здесь вы видите небесный замок Кэшу. Это один из самых знаменитых замков цитадели Ирландии, резиденция Верховного Короля Ирландии Бриана Бору. Очень знаменитое, очень интересное, насыщенное место, насыщенное культурными, историческими ассоциациями. И я вот поместил его здесь таким образом на темно-синее петербургское небо. И мне показалось, что цвета заката здесь очень хорошо сочетаются с замком. Следующий фото-арт калаш выполнены как стилизацию под старинную книгу. Также здесь использована технология наложения, перетекания кадров и взаимного приятия градиентов. Здесь вы видите медный всадник, выполненный в сепи. Фото-кадр выполнен в сепи вместе с подсветкой фонаря. А также на заднем фоне вы видите знаменитую Крайш-черщ Церковь Христа. Центральное место старинного исторического Дублина, некогда основанного викингами. И вот это знаменитое место есть сердце Дублина. Мне показалось, что сердце Петербурга и сердце Дублина объединить таким образом в стилизованном фото-арт коллаже было бы довольно интересно. Тем более, что опять же подсветка кадра Крайш-черщ тоже выполнена в сепи. И еще один фото-арт коллаж использованный мною в видеофильме. Здесь вы видите улицу в мистическом освещении, типичную Дублинскую улицу северного района Драмкондра с известными георгианскими дверями, с полукругами над дверями. И эта улица в перспективе уходящая затем в площадь, Смольную площадь и подсвеченный свет, отраженным светом заката Смольный собор. Хочу обратить ваше внимание, что этот кадр я сделал когда-то еще в доцифровую эпоху на пленочную фотокамеру, поэтому это не подсветка. В 2002 году Смольный собор еще не был так подсвечен. Это отражение света заката в нем. Вот такое интересное несколько мистическое наложение двух кадров. Еще один фотоарт-калаш, который я хотел вам показать сегодня. Опять же перетекание цвета и градиента кадра, перспектива ночного Московского проспекта с ярким таким желто-охра красным закатом, переходящий в замок Бонрадь. Еще один очень знаменитый ирландский замок, находящийся в графстве Клэр. Один из немногих замков, которые полностью восстановлены не только в экстерьере, но и в интерьере. Вы можете увидеть там залы и покои 15-16-17 веков, замок клана О'Брайан. Еще один фотоарт-калаш, который я хотел сегодня показать, связанный с рождественской темой. Один из популярнейших в корке так называемых рождественских пабов Франсискан Уэллт. Франсисканский колодец. И вот его перспектива с этими фонариками, украшенные рождественскими лапами еловыми, мне показалось интересным вставить в эту перспективу и сделать наложение кадра вечерней фонтанки с уходящей вдаль рекой и Михайловским замком. вот такой неожиданный подарок для посетителей францисканского паба в корке вечерний Петербург. И наконец финальный кадр. Мы его использовали в качестве заставки нашего видеофильма, а также заставки всего нашего сегодняшнего праздничного вечера. и здесь вы видите центральную улицу Корка с большой елкой и при повороте влево вот это Сент-Петрик-стрит у меня плавно переходит вечерний парк Победы Московский проспект и центральный вход в парк Победы, а это мой так называемый домашний парк, в котором сейчас во время пандемии моя главная душа, где я могу погулять и подышать воздухом. И вот недавно был сделан этот кадр с ней давно установленный елкой и мне очень захотелось соединить его с этой центральной улицей Рождественского Корка, снятой мной когда-то два года назад, как знак надежды на то, что это тяжелое время пройдет, наша дружба, наше взаимное притяжение останутся. Спасибо большое. Дорогие коллеги, ну вот я сделал демонстрацию обещанных рождественских виртуальных открыток, открыток, я назвал их так, потому что я немножечко позволил себе украсить вот этими названиями Happy Christmas, повесить там некоторые рождественские украшения на эти фотоарт-каллажи Петербурга и Ирландии, Петербурга и ирландских городов. Есть ли какие-то у вас вопросы по поводу увиденного, какие-то может быть ремарки в связи с этим, пожалуйста. Джозеф, если у вас есть вопросы о том, что вы видели в фотоарт-каллажах Санкт-Петербург и Корг, Санкт-Петербург и Бонратин, Кэшел и Даблин, я работал на этом проект в последние месяцы, пытались их разговаривать. Если у вас есть вопросы о ремарке, вы тоже можете отвечать. Андрей, я чувствую это ремарка и ремарка в кризис. Я не не знаю Россия и Ирландии были так конженены. Это очень интересно. Я смотрю фотографии о Корг в день. Есть парня Тревор Джойс, который был в ремарке Джеймс Джойс. Он ходит в Корг в Крестмассе. It's very empty and taking the most amazing photographs of every little lane in Cork and I discovered an awful lot of things that I never knew about the history of that city So Cork and St. Petersburg are coming closer together. St. Petersburg is the Venice of the north and Cork is the Venice of the south I absolutely agree, fully and I think Xenia will agree as well being St. Petersburg born and bred and living now in Cork and loving this city as her second native city already for the seven years Thank you so much Dear colleagues I want also I promised one of my friends and Joseph I'll pass to Russian for for a moment I would like to продемонстрировать еще один небольшой финале нашего вечера музыкальный видеоклип музыкально-танцевальный один из участников наших мероприятий, вечеров Екатерина Юдина она сегодня вот с нами среди участников этого вечера предоставила мне возможность показать этот видеоклип группы танцевальной, известной петербургской танцевальной группы Миркфуд, которой она принадлежит поэтому я сейчас постараюсь это сделать с помощью демонстрации экрана и совместного использования ЗМИКа Здравствуйте, Геннадь, прошу прощения я перебью вас, но у нас очень много вопросов тщательно одну и ту же тему участники мечтают получить ваши фотоколлажи с вашими комментариями скажите пожалуйста возможно ли это и если да а какого рода комментарии в данном случае потому что я делал комментарии скорее такие фотохудожественные я так понимаю речь идет о тех зданиях о тех местах которые там показаны рассказать о них побольше ну видите о каждом из этих зданий я мог бы рассказывать по полдня поэтому надо определиться с форматом того как сделать эти комментарии потому что они все выбраны не просто так это все очень такие вот вещи за которыми целая цепочка истории, литературы, культуры, поэзии вот поэтому тут нужно решить Андрей добрый вечер просто я в восхищении поэтому и написала хочется даже и сказать не только что я написала там спасибо за прекрасную презентацию но вы сказали открытки так вот может быть сделать действительно открыточную подпись как например обычно на открытках ее делают то есть сделать вторую сторону и на ней написать что какое место представлено где и что вот друзья давайте мы с вами а давайте мы с вами сделаем так я над этим поработаю в течение зимних каникул вот сейчас чтобы все это было красиво потому что написать два слова то это я могу быстро но чтобы и при этом например в тексте будет дана ссылка на то место где можно про это например здание или место почитать увидеть что-то да гиперссылки данные я готов поработать над этим в течение зимних каникул а потом мы с вами сделаем еще одно какое-то отдельное мероприятие историко-культурное об этом и используем для него тоже вот как бы я думаю что это будет очень хороший повод пообщаться поговорить почему бы нет вы согласны Людмила абсолютно абсолютно прекрасно но давайте теперь спасибо да Валерий извините еще есть какое-то чтобы на что я мог ответить какие-то вопросы нет были вопросы связанные по поводу ваших фотографий которые были представлены кто-то описал из коллег что хотел бы их непосредственно показать своим ученикам на уроках хорошо значит пожалуйста в чате напишите сейчас Валерий у вас же есть мой email мой электронный адрес все кто хотел бы использовать в предстоящем 2021 году эти форта арт коллажи пожалуйста напишите мне на мой электронный адрес и мы обязательно договоримся и я с удовольствием поучаствую в этом благом деле с удовольствием а центр альфа диалог поддержит вот спасибо Елена Рубертовна ну давайте сейчас предоставим возможность танцорам группы Мирк еще немножко добавить нам еще немножко рождественского настроения так 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 а совместное использование звука я не сделал да так мне что нажать еще нужно сейчас подскажите Валерий пожалуйста нажмите пожалуйста совместное использование звука вот в новой демонстрации верно да да ага совместный доступ звуку без оптимизации все проверяем есть звук нету еще раз хорошо как сейчас есть звук пожалуйста прошу прощения а мы слышим звук но нет изображения для этого пожалуйста демонстрацию нажмите заново и непосредственно на само видео необходимо несколько раз нажать угу так сейчас все замечательно несколько раз нет вот сейчас мы видим видео можно нажать все хорошо хорошо с Продолжение следует... 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 Есть ли у кого-то еще остались, поскольку вот с нами есть человек из Ирландии все-таки рядом. Елена Робертон, у вас нет каких-либо вопросов к нашему ирландцу? Ирландия Робертон, у вас есть 124 лет, и это очень типичный Крик, потому что Крик живет в прошлом. Крик, люди, которые всегда идут в прошлом, и все эти маленькие линии, они у них есть историо инскриде на них. Ирландия Робертон, и Крик-Холибау, это трепет-дон-мемори-лайн. Это приготовлено деликателем для месяца, и когда это продается, 50,000 копии походят в прошлом. И есть партия, который Холибау Партия, в которых очень мало люди приглашают. Если вы можете пойти на Холибау Партия, которые я никогда не делаю, конечно, вы видите в одной из основных книгах и в этой части, вы увидите, что в городе Крик. Крик-Холиба, очень часто они получают историю по Крик-Холибу. Крик-Холибу, который был в 1903, и в 1903 году, в 1903. Он написал, что он был в 116-мя, и в 143-мя, и в 150-мя, и в 143-мя, и в 143-мя, и в 143-мя, и в 153-мя, и в 143-мя, и в 143-мя, и в 143-мей. Он также wrote novels, travel literature, literary criticism, biography, autobiography, and translations from the Irish. So he was a very productive writer. I would love to see his collected works, because there's a vast amount of material there, which is very hard to find. It's in different places. And he had an amazing habit of rewriting his short stories. He was never happy with them. So that means there are up to five different published versions of any one story, with different titles sometimes, and with different plots. And one would love to see an edition with all the different versions side by side. That would be a highly interesting thing to see, because O'Connor was an absolute perfectionist. He was steeped in Flaubert and Maupassant and other French writers. And in Russian writers, Chekhov and Chogenev especially, the two other great short story writers of his time were Sean O'Fueloan, another Corkman, and Mary Levin. These are very wonderful writers, but they didn't approve of O'Connor rewriting his stories. They called it forgery. They called it forgery. I don't know why. In 1940, my father had a little shop in the Dillon's Cross area in Cork, and one of his customers was Frank O'Connor. His real name is Michael O'Donovan. And one day, Frank O'Connor left a manuscript in my father's shop. And an hour later, Frank O'Connor's mother, the very formidable Minnie O'Donovan, came in. Oh, my son left a very important manuscript here. Did you find it? Here you are, madam. So that was my father's contribution to Irish literature. The manuscript is a famous story called The Long Road to Oumera, which was published in the first issue of Sean O'Fueloan's famous magazine, The Bell, in the winter of 1940. So Frank O'Connor loved Cork. He was deeply steeped in Cork. Cork was written on his bones. Cork was written on his bones, and he travelled the world, of course, but he never got away from Cork. And he left his stamp on Cork. If you read the Holly Bough, his name comes up every so often as the one person who got Cork right, who got the essence of Cork. Cork, of course, is a Cork of the past, and it's a Cork of 50 years ago, but it still lives on, and it's still the best introduction to Cork, to read the stories of Frank O'Connor. Thank you, Joseph. Thank you. It's very important because it is corresponded to the whole theme, the whole subject of our festival. Am I right, Елена Робертовна? Russian-Irish connections and the role of the written word, the role of the spoken word in merging together different cultures, Russian and Irish culture. Now, dear friends, thank you, thank you very much for being today with us. Спасибо большое всем, кто пришел, кто был сегодня, кто, несмотря на все технические сложности, все равно с нами остался, послушал, посмотрел. И в завершение передаю слово главному организатору Елене Робертовне, с которой вместе мы вот сегодняшний этот последний вечер этого года провели. Микрофон, микрофон. Микрофон, микрофон. Микрофон. Микрофон, микрофон. 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 Каждого из нас в потребности духовного общения друг с другом. Культура Ирландии, культура России тесно связаны между собой. И вот этот общий знак, эта общая доминанта культурная, выраженная прежде всего в литературе, она, конечно, объединяет наши страны. И объединяет и тех, кто говорит сейчас на русском, и английском, и ирландском языках, и для тех, кто пока еще только осваивает тот или другой язык. Сердечное спасибо всем участникам проекта, всем тем, с кем мы вместе делали этот проект. Огромное спасибо Ассоциации учителей русского языка и ее президенту Людмиле Снегиревой. Сердечное спасибо всем педагогам Ирландии, которые присоединились к проекту, несмотря на невероятно трудное время зачетов и экзаменов. Теплые, трепетные слова благодарности нашим коллегам из Герцинского университета и Ирландскому культурному центру. Спасибо и маленьким, и большим, и взрослым, всем тем, кто вы здесь сегодня собрались за нашим виртуальным круглым столом. И благодарю своих коллег из Центра Альфа-Диалог, Надежду Ивановну Бочману, Валерию Ядровскую, Елену Казарикину, волонтеров Герциновского университета, студентов филологического факультета, которые приняли очень большое участие в международном просветительском проекте «Русский текст по страницам культуры». И, учась у преподавателей, у сотрудников музеев, открывали культуру России и культуру Ирландии. С наступающим Новым Годом! Пусть он будет добрым, пусть откроются границы, пусть теплыми и искренними будут все наши слова. С Новым Годом, дорогие друзья! С Новым! Счастьем! Спасибо. Спасибо большое всем. Спасибо большое и моим тоже коллегам. Большое спасибо Татьяне Николаевне Ивановне, Татьяне Олеговне Пономаревой и Ксении Куденко за то, что помогали мне в этом вечере. И специальные благодаря Джозефу Олирею. Это полная вечерка сейчас в Токио, вы видите? Это 4 часов в час, но он с нами. Вы видите? Это, что я называю, вы знаете, «Иричный персонаж». Спасибо большое, Джозеф. Спасибо большое. Спасибо и Счастья Новый Годом! И все благословения в 2021 году. Счастья Новый Годом! Спасибо большое, Джозеф, и Счастья Новый Годом! Спасибо, спасибо. Спасибо. До новой встречи! И до новой коллекции открыток! Спасибо большое и хорошая продолжение. Спасибо. Счастья Новый Годом!